Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы возьмем интересную тему, она называется «Правка Атланта». Тема эта прилетела из России и Казахстана с вопросами, на которые я давала ответы через компьютер. И параллельно хочу немножко поделиться своим опытом, что же я знаю, как же я на нее смотрю. Дело в том, что ничего кроме личного опыта я не имею, поэтому могу делиться только тем, что имею сама. Итак, первая моя встреча с этой тематикой произошла уже достаточно давно, лет 5 или 6 назад, когда в Белоруссию приехал очень интересный мужчина, биоэнергет. И мне позвонил знакомый и сказал, Наташа, быстро-быстро к нему надо попасть, он там звезда. У него там написана куча книг, он там проводит обучение. И у него там вот все, очень-очень все the best. В общем, я спохватилась, быстренько поехала к нему. И дальше у меня была оправка данного позвонка. Ну, реально, он мне свернул шею на выходе. И мне пришлось, благо в Минске в это время находился один военно-полевой хирург, который имеет большой опыт практической работы, и который в экстренном режиме мне реально смог помочь. И который никогда в своей жизни не ругался матом. Он мне просто прямым текстом сказал, Наташа, если ты еще шизофреном когда-нибудь подставишь свою голову. Вот так закончился мой первый опыт с Атлантом. После этого я уже стала более внимательно относиться к тому, кому я действительно подставляю свою голову. И рассказы про то, что Атлант наш, этот позвонок, держит нашу голову на плечах, несет свою нагрузку очень сильную, и все заболевания уходят корнями только в него, и достаточно справить Атлант, и вы вылечитесь от всех болезней, я отношу к разряду развода. Почему развода? Потому что заболевание, оно существует не только на физическом плане. Оно существует и на энергетическом, и на информационном, и так далее. Человек имеет сложную структуру. И взять и вправить один позвонок, и считать, что у тебя вдруг выключится сахарный диабет, или вдруг пройдет ожирение, ну извините, дорогие мои, я в это не верю. Не верю, да? Вот. Но так как моя жизнь была наполнена экстримом и желанием познакомиться с людьми со сверхспособностями, я уже обращала внимание в своих роликах, что люди, обладающие сверхспособностями, особенно энерготерапевты, они почему-то все народят попытаться вправить позвоночник. Вот хлебом не корми, им всем надо свернуть тебе голову. Вот. Ну, жизнь сложилась дальше интересным образом, когда опять-таки позвонил хороший знакомый, говорит, Наталья, ты знаешь, в Мстиславле появился такой мужик-целитель, там все правит позвоночник и одновременно лечит за горами, ну вот просто улет. Ну, так как в Мстиславле по меркам Белоруссии не так далеко, 320 километров, кроме того, это родина моего мужа, значит, мы очень быстренько сели на машину и отправились туда. Мы действительно оказались у этого целителя. Первое, что меня очень сильно смутило, это его постоянное курение, которое не мог перебить даже запах ладана и всех вонючек, которые были в доме. Просто неимоверное количество иконок дешевых, купленных в ближайшей церковушке. И блатной сленг. Ну, было ощущение, я понимаю, что в Мстиславле люди отбывают химию, и, скорее всего, этот товарищ был из их числа, и он действительно сразу начал стандартными приемами хвататься за голову, чтобы вправить позвоночник. Но опыт у меня уже был, поэтому на этом наше взаимодействие закончилось. Я увидела зэка, я увидела развод. Следующий сюжет, который выпал в моей жизни, это было в Минске, когда очередной знакомый привез для знакомства, для отсматривания работы ясновидящую, целителя, неимоверно симпатичную девушку, которая заявляла очень много по своим способностям. Более того, она заявляла не только мне, потому что о ней даже умудрился, стрижак, снять документальный фильм о том, как она правит 33 богатыря позвонка. Она тоже правила Атлант. Так вот, демонстрация правки, ее и потом еще одного такого же целителя из этой же оперы, правда, белорусского же происхождения, проводилась у меня в квартире уже, дома, здесь. И это выглядело так, когда человеку обматывают голову полотенцем и таскают за голову по полу. Вы знаете, вот, ну ладно, когда весовая категория маленькая. А когда мне звонит человек 150 килограмм весом, да, и говорит, что он записался на прием к данной девушке, и эта девушка, ну я не знаю, как она эти 150 килограмм за привязанную голову поволочет. Ну так можно вообще и голову нахрен оторвать. Поэтому вот после таких вот экстремальных вариантов правок Атланта, понимаете, какой бы гуру к вам не приехал, на что бы обращала внимание я, имея опыт свернутой головы и потом процесса реабилитации после этого. Я бы обращала внимание, во-первых, на медицинское образование. Оно обязательно. Понимаете, когда заявляется в видеофильме, что человек мануальный терапевт, на мой взгляд, это человек, имеющий образование медицинского вуза, как минимум. Но если я знаю, что у этого человека есть школьное образование только, то у меня возникает сразу скептическое отношение. Это один момент. Второй момент. Кроме медицинского образования, у него должны быть навыки практической работы. И вот здесь уже, видите ли, если подойти стандартно и сказать, он должен проработать в больнице с пациентами столько-то лет, это будет неправдой. Потому что сколько мануальных терапевтов убогих у нас работает в больницах, не передать. Поэтому я все-таки в данном случае отдаю предпочтение людям, которые продолжали учиться и исследовать новые методики. Из современных хороших направлений, которые пришли, соединив физиологию, физиотерапию с психологией, есть остеопатия. И, например, остеопатам я сегодня сама доверяю те вопросы, которые возникают, например, где-то в теле, зажатости, где-то перетрудился мышцей, перекосило, где-то еще что-то. Я предпочитаю работать с профессиональными врачами, физиотерапевтами, остеопатами. Вот остеопаты, они свою функцию знают и работают с телом мягко, у них нет приемов хриоктерапии, у них не щелкают позвонки, они могут, вы можете услышать щелчок позвоночника, но это будет естественным образом в трансовом состоянии, когда мышца вдруг раз и отпустила сама, и вы не чувствуете при этом боли. Все болезненные ощущения при мануальной терапии я все-таки избегаю их, исходя из своего опыта работы, и заменяю на остеопатические приемы. Это значительно эффективнее, это не травмирует тело, это не травмирует психику, не рождает боль, и в то же самое время параллельно остеопат прорабатывает ваши тараканы в убеждениях, в голове, то есть он работает и с психикой тоже. Вы начинаете осознавать, вы начинаете выводить, кроме того, он работает еще и с энергетикой. На самом деле это комплексный подход, и только в комплексном подходе в данном случае может быть решение проблем, и причем это подход не одного дня. То есть 10 сеансов к остеопату это нормально, но единственное, что радует, что они растянуты во времени. В среднем один сеанс будет раз в 2, в 3, в 4 недели, в зависимости от того, как вам скажет врач. То есть это достаточно такой длительный, спокойный курс, который дарит удовольствие, трансформации и радость. Поэтому все, что касается атлантов и все, что касается народных целителей а-ля хриактерапия, я бы выкинула в утиль, но это мое личное мнение и мой личный опыт, потому что именно он показал, что в принципе, если ты сядешь после такого хриактерапевта в инвалидное кресло, то он при этом смоется и нести ответственность за твое здоровье не будет. А ты отвечаешь сам за те решения, которые ты принимаешь. И если ты принял решение и позволил человеку крутить твоей башкой и трогать твой позвоночник, дотрагиваться до твоего тела, значит это зона твоей ответственности. Вот как-то так. С вами была я, Наталья Зайцева. Удачных вам правок, Атланта, господа! И здоровья вам!